Друзья, вот я сходил, как всегда, на почту и прямо сейчас пишу вам видеоотчет от рассказовка Maze MX4 Pro на флагман от двухлетней давности Но суть данного видеоролика будет следующая Мы с вами посмотрим, восстановленный телефон ли нам прислали или же все-таки как божился и клялся продавец китайский интернет-магазин, ссылочка на которого я оставлю в описании под этим роликом Клянется нам, что это на 100% новый телефон Сейчас вы будете лицезреть рукораспаковку данного устройства Вам большое спасибо, что смотрите данное видео до конца Обязательно, конечно же, участвуйте в розыгрыше в мега-розыгрыше трех офигительных подарков от канала GadgetMoney и сайта GadgetMoney.ru Ну и мы начинаем, поехали! Ну что ж, друзья, давайте уже распакуем и посмотрим действительно ли новое устройство или все-таки восстановленное приехало к нам из Китая Ссылочки на товар будут в описании Вас прошу набраться терпением потому что, скорее всего, ролик будет не коротким для того, чтобы нам более подробно все это дело рассмотреть проверить, перепроверить и, как говорится, убедиться Итак, по поводу упаковки по поводу доставки все это дело приехало к нам за 18 дней упаковано, в принципе, неплохо таких уж, скажем так супер претензий к упаковке нет но это обычный, как я понимаю, скотч который на самом деле наложен то есть приклеен сверху к пупырке ну что ж, друзья в принципе, открыл коробку достаточно большое количество пупырки большое спасибо за это, соответственно, магазину и что мы видим? мы видим в комплекте следующее у нас есть вот такой вот силиконовый чехол значит, что касаемо коробки конечно же, в первую очередь надо уделить внимание коробке обязательно запомнить, скажем так иметь под рукой все имей номера которые указаны сзади задней части коробки и в первую очередь посмотреть на ее внешний вид и скрывалась она или нет вроде как присутствует вот данная пломба она имеет такую специальную графический ключ с помощью которого QR-код с помощью которого вы можете перейти на сайт Meizu и посмотреть что происходило с вашим устройством то есть новое оно или нет напоминаю вам, друзья что на данной распаковке мы разбираемся возможно ли в 2016 году приобрести по очень интересной цене Meizu MX4 Pro флагман двухлетней давности не восстановлен и убедиться что продавец нас не обманул и прислал нам новый телефон либо скажем так убедиться что он нас обманул и соответственно телефон восстановлен разрезаем данную пломбочку после этого у нас открывается доступ к самой коробке и внутри мы видим телефон смартфон друзья ну первое впечатление о смартфоне что еще до того как я достал его из коробки сразу происходит ощущение что данную коробочку скрывали почему-то мне так кажется потому что установлена вот такая вот очень скажем так пожуклая транспортировочная пленка со следами скажем так эксплуатации и нанесенным как будто бы не в первый раз и сразу же производим внешний осмотр устройства является ли оно хотя бы внешним новым транспортировочная пленка транспортировочной пленкой но опять же продавец уверяет что смартфон абсолютно новый никаких следов эксплуатации я на данный момент не вижу давайте сразу же откроем крышечку потому что задняя крышечка у этого смартфона открывается и посмотрим наличие пломб которые должны присутствовать на задней части устройства под крышкой пломба номер 1 присутствует сверху некоторые издания говорят о том что скажем так некоторые пользователи в интернете говорят что здесь еще тоже должна присутствовать пломба также присутствует пломба вот здесь то есть у нас присутствуют две пломбы все зависит от версии скажем так смартфона международной либо для китайского рынка вроде как еще должна пломбочка присутствовать здесь но опять же является это на стопроцентной информации или нет нижняя пломба в принципе с виду вроде как устройство но хотя друзья смотрите если посмотреть присмотреться в камере а точнее сказать к элементу светодиодной вздвоенной вспышки там присутствует такое некое положение того что как будто бы там присутствуют царапины я не знаю на камеру это видно или нет это вот так вот будет видно вам да вот так вот точно видно обратите свое внимание на модуль вспышки и соответственно царапинах вокруг этой вспышки о технических характеристиках процессор от samsung exynos опять же двухлетней давности точно такой же как установлен гелакси альфа восьмиядерный более-менее его должно хватать по производительности 3 гигабайта оперативной памяти 16 либо 32 встроенный в нашем случае 16 зарядник скажем так не новый я сразу вижу что этот зарядник не новый соответственно есть следы эксплуатации да друзья зарядник не новый скорее всего здесь вот присутствуют волосы здесь присутствует я буду спор открывать потому что устройство по моему мнению является восстановленным и скорее всего не новым компания meizu не кладет в свои коробки с завода вот такие вот грязные зарядные устройства здесь оно поцарапанное с осколами и подобными со всеми вот вещами то есть из чего мы делаем вывод что нас обманывают да это устройство будет работать да это устройство скажем так будет выполнять ряд функций на которых рассчитывают опять же здесь совсем другая вот эта вот штучка это usb кабель он тоже со следами использования смотрите друзья в этой области у нас вот такая вот грязь в этой области если вам будет видно вот где мой большой палец левой руки тоже присутствует грязь и кабель у нас не но вы друзья ну я по телефону вижу что в принципе даже давайте коробочку вообще если честно я в расстройстве в диком расстройстве потому что вроде как более-менее нормальный магазин который в принципе должен нормально торговать нам посылает ну и внешний вид конечно же если полностью разбираться в этом всем надо полностью откручивать все болтики смотреть на плату поменена она или нет но на данный момент времени даже по внешнему виду я в принципе могу сделать более-менее выводы о том что устройство я не знаю восстановленное оно или нет судить не берусь но скорее всего оно как минимум не новое что у нас по пленочке надо зафиксировать для спора о том что вот так вот будет видно вот так вот о том что это все не новое смотрите какие хитрожопые китайцы китайцы хитрожопые как минимум сейчас будет минутка скажем так всего всего этого обсирания даже нет ну вроде как слава богу не подтвердились мои опасения потому что когда устройство прошиваются китайцами процентов пять может быть семь из ста есть вероятность что тот прошивальщик человек отвечающий за прошивку устройства в любом интернет-магазине на алиэкспресс либо в любом другом китайском интернет-магазине он до такой степени много работает и до такой степени много прошивает устройств в день что случаются моменты когда он забывает выйти из флайм аккаунта потому что прошить без входа во флайм аккаунт без установки root скорее всего они этого не делают и поэтому они забывают выйти с этого флайм аккаунта и соответственно человек получает смартфон с флайм аккаунтом это подобие iCloud от apple где можно в принципе дистанционно заблокировать устройство дистанционно дистанционным образом его стереть и соответственно выйти из него не зная пароля практически невозможно не знаю как здесь проверять сейчас location и сервис давайте посмотрим about phone серийный номер и мы не должны dgx dgx смотрите друзья ну вот этот вот серийный номер и май номер сюда наклеить это ну в принципе никаких проблем не создает сделать это с нормальным скажем так с нормальным принтером и с нормальным потоком всего этого что мы здесь видим mx4 pro цвет grey память 16 гигабайт моделька у нас какая вы видите да вот вот я вам сейчас продемонстрирую заюзанность данного зарядника видите смотрите какая она грязная грязная вот вот здесь и здесь то есть да друзья я в расстройстве по внешнему виду вроде как бывает многие из вас сейчас скажут что бывают ситуации когда телефон включается без первоначального экрана блокировки потому что телефон там для рынка Китая и для допустим китайских каких-то сотовых операторов да может быть это так но внешний вид устройства то есть еще раз я показываю вам на новых устройствах посмотрите вот сейчас вот здесь вставлю распаковку Meizu M3 Note которая у нас сейчас находится на тесте для сравнения какая кнопка ой кнопка это бог с ним с кнопкой вот так вот дурят нашего брата ладно логотип раньше был такой да вот даже вот здесь вот смотрите новая вот новая слева новая она во-первых в пленочке да логотип изменился старая старая справа которая лежала в коробке с этим устройством во-первых она вся покоцанная но она вот реально не новая вот просто не новая я более чем уверен что телефон скорее всего будет slide to unlock камера давайте какие-то наверное надо подтвердить иначе не будет ничего делать да друзья я если честно просто расстроен камера закрыта но она у нас как минимум фокусируется она должна писать звук звук воспроизводит хорошо по громкости так 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 по саунду работает по вай-фаю видит по дисплею тоже все видит медиум хайт две минуты поставим вроде как все здесь должно быть нормально по прошивке самое основное что стоит отметить подводя итоги по распаковке данного устройства устройство в китае за эти деньги купить возможно тем более mx4 pro я думаю что в принципе оно должно будет выполнять все свои базовые функции и будет хорошо фотографировать и соответственно большой дисплей более подробно о самом телефоне мы поговорим в следующих роликах на нашем канале но что касаемо новизны или восстановленности телефона хочу сказать следующее я не берусь судить о том что телефон восстановленный на сто процентов но я как минимум вам говорю что телефон юзаный соответственно если телефон юзанный он нам продается как бу а если нам продают как бу при этом обещая нам новое устройство прям мамой клянусь новое устройство они мне говорили соответственно из чего я могу сделать вывод что меня попытались каким-то образом обмануть ссылочки на магазин где я приобретал данное устройство будут в описании к этим этому видео также другие варианты которые я подыскал в интернете специально учитывая тот момент что скорее всего это устройство будет восстановленное тоже будут в описании к этому видео отдельно хотелось бы сказать что участвуйте в розыгрыше от канала gadget money подробности в описании под этим видео и не так давно мы запустили розыгрыш с очень интересными призами всем большое спасибо обязательно подписывайтесь на канал вступайте в наши соцсети обязательно вступать в группу вконтакте и пользуйтесь нашим купонным сайтом gadget money.ru я пошел разбираться и делать фотографии том что это устройство не новое друзья большое спасибо что посмотрели данную распаковку до конца я еще ее сам не видел и соответственно записываю это чуть раньше я надеюсь что телефон пришел на основы напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу mx4 pro считался очень хорошим телефоном сбалансированным в плане звука в плане камеры в плане автономности в плане экрана в общем друзья это теперь мой постоянный смартфон буду пользоваться рассказывать о нем конечно же сравним с meizu m3 ноут посмотрим кривой кривизну кнопок и все что с этим связано но в общем друзья обязательно еще раз напоминаю участвуйте в конкурсе от канала gadget money и конечно же полного сайта gadget money.ru желаю всем удачи спасибо что досмотрели до конца совсем скоро увидимся всего доброго пока пока передаю привет александру мордынскому уникальному человеку бич блогеру из 4 который уехал в китай делать свой бизнес на нас на с вами распаковщиках дурачусь и передаю привет моему очень хорошему знакомому сашки мордынскому он в китае уже живет больше недели у него получаются отличные видосы трудится вместе с магазином том топ с нашими тоже друзьями надеюсь они про нас не забыли и совсем скоро вышли нам какой-нибудь товар до обзор сашка тебе желаю удачи любви терпения как говорится обязательно купи себе средства от коваров и клопов чтобы твоей новой квартире не было этих существ и чтобы тебе не кусали эти твари по ночам обязательно сходи в аптеку и купи себе что-нибудь от простуды потому что на кондиционере можно очень быстро простудиться обязательно ложись спать в 12 ночи просыпайся всем утра для того чтобы перед для нас с вами друзья отличнейшие видеоролики ну а вам в принципе тем кто смотрит видео контент на ютюбе больше положительных эмоций больше комментариев больше лойсов и все что с этим связано сашка мы тебя уважаем пока а